Спасибо, что пришли. Всем привет. JS Mobile, MobileJS. Меня зовут Носов Алексей. Я занимаюсь веб-разработкой Тинькофф Тревел. Сразу скажу, что в Тревел и вообще в Тинькофф мы любим пользователей с мобильными устройствами. И тем больше мы впечатлены тем, как развиваются мобильные веб-технологии. И действительно, нам теперь стали доступны оффлайн-режим. Мы можем реализовать высокую производительность. Скоро будут внедрены такие штуки, как Houdini, Worklet. Нам доступны пуш-нотификации. Можем делать PWA. Кроме того, на подходе, опять же, еще несколько дополнительных API, которые вообще позволят нам сократить эту пропасть между нативными веб-приложениями, нативным опытом пользователя и тем, что мы сможем предложить на мобильных веб-приложениях. Но что нам действительно чего не хватало? И вот как раз, допустим, в Тревел нам и такого не хватает. И во многих приложениях, где необходима какая-то авторизованная зона, нам не хватало биометрической аутентификации. Действительно, вот если вы заходите в какое-то мобильное приложение, вы нажимаете, подносите палец к вашему сканеру печатка пальца или Face ID, и вы зашли. Раньше такого возможности у нас не было, теперь у нас такая возможность появляется. Да. И представьте, вот вы входите в PWA, и PWA спрашивает вас сразу о доступе в авторизованную зону посредством какой-то биометрической аутентификации. Но прежде чем говорить о продвинутых способах аутентификации, давайте вспомним, в какой на самом деле мы оказались в плохой ситуации вообще во всей индустрии из-за того, что мы все еще продолжаем использовать пароли. Пароли, они могут быть слишком слабыми, могут забываться, переиспользованы среди разного количества, множества аккаунтов, ну и просто в конце концов украдены. Вот вопрос, кто переиспользует пароли? Много, да? Я тоже положаю руку на сердце, переиспользую, там несколько паролей, там сложные, простые. По данным анонимным исследованиям, в среднем один пароль используется на каждые 10 сайтов, это плохо, потому что если он будет взломан на одном из сайтов, то на всех остальных он также будет скомпрометирован. Можете проверить, есть такой ресурс, да. И как видите, статистика достаточно печальная, то есть есть известные сайты, на которых были взломаны аккаунты. Вопрос, хороший пароль? Почему? 12 символов, 12 символов, цифры, буквы. Небольшая подсказка. Да, правильно, это слово пароль в китайской раскладке, и на самом деле он оказался там каким-то очень популярным среди вот этих разложенных таблиц, и это правильно. Наши пользователи, они совершенно точно не хотят каких-то сложных паролей, им хочется, вот просто вошел и все. На самом деле взламывается в ежегодно порядка 2 миллиардов аккаунтов. Это очень странные цифры. И дальше больше. Если у вас есть примерно 25 долларов и доступ в Amazon, вы можете за 12 минут разгадать любой 8-символный NTLM пароль. Это Legacy, но, тем не менее, пока что еще используется. Но дальше давайте поговорим про то, как недавно проштрафился Facebook. Они признались вот в марте этого года, что хранили долгое время пароли, плентекст пароли где-то, может быть, в логах на балансерах. Я помню, что точно менял свои переиспользованные пароли там несколько раз, и получается, что у многих людей в Гугле, ой, в Фейсбуке, а может, и в Гугле? А? Нет? Хорошо. Но даже если вы используете все лучшие практики, вы хэшируете пароли, солите их, заставляете ваших пользователей вводить сложные пароли, мы все равно не защищены с вами от следующего явления – фишинг. Ну, наверное, тоже все знают, как работает. Если кто вдруг не знает, пользователь зарегистрируется на сайте, и после этого ему приходит какое-то письмо, спробует войти в аккаунт, что-то сделать, поменять какие-то там данные, и это, оказывается, страничка скомпрометирована, это какой-то поддельный сайт, и злоумышленник получает доступ к реальному аккаунту. И даже если мы используем с вами одноразовые пароли, которые предгенерированы или отправлены смс-кой, пушевыми нотификацией, или даже мы используем какую-то двухфакторную аутентификацию при входе в Google, то мы все равно не защищены. То есть точно так же этот пароль вводится на страничке злоумышленника, и злоумышленник получает доступ к аккаунту. Точно по той же причине такие сервисы, как LastPass, Google Антификатор, OnePassword, они не работают в полной мере, потому что все равно есть шанс, что мы попадем на эту страничку, и это будет чисто человеческая ошибка, потому что нет сравнения именно доменного имени, потому что один символ, и все, мы не находимся в сайте. И вот теперь давайте поговорим о том, что нам предлагает новый стандарт. Новый стандарт нам предлагает возможность избежать этих проблем, но и кроме того облегчить вход для наших мобильных пользователей. Он основан на протоколах, связанных с генерацией приватной публичной пары ключей. Это когда на клиенте у нас что-то есть, что знает только клиент, приватный ключ. Ну, я думаю, что все знают, как работает асимметричное шифрование. Да, и давайте посмотрим, как работает демо. Я сначала планировал показать это на мобильном устройстве, но лучше сделаем это здесь. Есть много на самом деле демок. Здесь мы будем использовать платформенный аутентификатор. Ну, на маках это работает сейчас, то есть у всех, у кого есть датчик отпечатка пальца. Так, да, вот он спрашивает нас об отпечатке. Мы прикладываем, и у нас появился публичный ключ, который мы отправили на сервер. И теперь мы можем аутентифицироваться. Так, сейчас он гнет, что он нас принял. Гнел. Все, мы вошли. Ну, эта демка просто показывает, как это работает. Вы можете туда зайти, на эту демку. Я потом в ссылках в конце предоставлю эту ссылку. Просто проверить, что это на вашем устройстве, это работает. Как это работает? У нас в данном протоколе участвуют три стороны. Это так называемая Reliant Party, проверяющая сторона, наше веб-приложение, джавадское приложение, и аутентификаторы. Это могут быть любоплатформенные аутентификаторы, это могут быть внешние флешки какие-то и FaceID, к примеру. Ну, очевидно, что с сервером мы взаимодействуем по протоколу HTTPS, ну, или, может быть, это какие-то веб-сокеты. И важное место протокол взаимодействия браузера и вообще клиента какого-либо с аутентификатором, Cloud-Аутентификатор протокол. На низком уровне протокол на транспортном слое позволяет коммуницировать этим аутентификатором посредством Bluetooth Low Energy, NFC и так далее. Ну, или встроенный аутентификатор. В динамике это работает так. Сначала мы с вами регистрируемся. И что при этом происходит? Мы отправим запрос на сервер о том, что у нас начинается флоу регистрации. На сервере генерится челлендж, так называемый. Это в B64 длинная рандомная строка, она одноразовая. Она вместе с настройками о алгоритмах и данных о Reline Party отправляется в наше веб-приложение. И в веб-приложении нам всего лишь нужно обратиться к одному единственному методу. Это навигатор credentials create. Тем самым мы начинаем создание приватной пары ключей. Пары ключей приватной публичной. Да, мы переводим челлендж в буфер-аррей. Передаем в качестве параметров идентификатор алгоритмов, с помощью которых мы будем шифровать наш ключ. И данные о Reline Party. Здесь очень важный момент. Идентификатор Reline Party – это доменное имя, с которого мы будем создавать нашу пару. Это очень важно, потому что в будущем дальше это будет использоваться при как раз-таки верификации, что мы находимся именно на том самом домене, с которого мы эти ключи сгенерировали. И также передаем данные пользователям. После этого управление передается аутентификатору, и аутентификатор спрашивает у пользователя о том, что у нас присутствует. Это тоже важный механизм безопасности этого протокола. Мы удостоверяемся, что пользователь на месте, и он либо разблокирует аутентификатор с помощью отпечатка пальца, к примеру, Face ID, или просто нажмет кнопочку, там ведет пин-код. Если пользователь на месте, и он согласен, то аутентификатор создает пару ключей, создает идентификатор этой пары, и с помощью приватного ключа шифруется доменное имя, информация о пользователе и сам сертификат, сам публичный ключ, и это отправляется асинхронным ответом в наш браузерный вызов Create. Получив этот ответ, мы отправляем его на сервер. На сервере с помощью алгоритма, переданного ранее, расшифровываем эти данные. После этого мы в базе данных сохраняем наш публичный ключ, идентификатор юзера и идентификатор пары, чтобы в следующий раз можно было авторизоваться. Сейчас покажу динамики, как это работает. Придется мне говорить без микрофона. Так, видно хорошо? Мы вводим какой-нибудь, ну, какой-нибудь email. Регистрируемся. И вот мы отправили запрос на челлендж. Челлендж пришел. Дальше аутентификатор спрашивает, что мы согласны. И мы здесь можем выбрать какой-то платформенный аутентификатор, это наш датчик встроенный, или это может быть электронный ключ. И вот нас спросили. Мы отправили данные на сервер. Вернулось. Все, мы зарегистрировались. Теперь авторизация. Все то же самое. Мы генируем челлендж, отправляем в браузер, вызываем другой метод, навигатор credentials get и отправляем тот самый идентификатор, который мы ранее сохранили в соответствии с этим пользователем. После этого происходит очень важное действие. Аутентификатор проверяет, что get вызывается именно с того самого домена, который был у него сохранен. То есть он помнит, какое доменное имя, и если оно отличается, то аутентификации не происходит. Снова проверяем, что пользователь на месте, что это именно живой человек. И приватным ключом мы зашифровываем челлендж. Эту подпись мы отправляем обратно. И дальше на сервере мы публичным ключом расшифровываем эту подпись и получаем челлендж, сравниваем. И если сравнение успешное, то наш пользователь авторизован. Вот. Ну, точно так же это работает с авторизацией. Здесь мы можем просто теперь нажать кнопочку логин. Отправили. Пришел ответ. Спрашиваем пользователя. И верифицируем все. Все. Успешно зашли. Ну, собственно говоря, так это может работать. На сервере нам нужно реализовать всего лишь четыре метода. Это два метода. Первый – получить челлендж при регистрации. Отправить публичный ключ с генерированным аутентификатором. Следующий – это при авторизации получить челлендж и идентификатор пары. После этого мы отправляем подпись для верификации. Где можно применять такой подход для авторизации? Мы могли бы реализовать как минимум двуфакторную аутентификацию. То есть оставить логин и пароль и как в качестве второго фактора использовать электронный ключ или вот платформенный аутентификатор. Следующее, что нас больше интересует, это именно регистрация и последующая привязка устройства. Это как раз вот то, что нам так хотелось бы. Это аутентификация, к примеру, в PWA. И для этого у нас есть еще один специальный метод, который нам предоставляется – JSAPI. Очень длинное название метода. Оно позволяет проверить, есть ли какой-то встроенный платформенный аутентификатор для того, чтобы пользователю показать. То есть если у него есть, то мы показываем, что ты можешь привязать устройство. Или если нет, значит ничего не показываем. И третье, что мы можем сделать, это полностью беспарольная аутентификация. Аутентификация – это вот как сейчас, собственно говоря, было в демо. В итоге в местах, где нам очень важно анонимность пользователя, это может быть какие-то криптовалютные, может быть, операция, мы в принципе можем вообще даже не использовать логин. То есть у вас просто будет кнопка «Загистрироваться» и кнопка «Войти». Поддержка в браузерах весьма широкая. Это радует. Это работает в Edge, это работает на Windows, это работает в Safari, только в Technology Preview и только для пока что неплатформенных аутентификаторов. То есть это могут быть флешки. Но тем не менее это работает еще и в Firefox. Меня немножко удивило, Opera они прям падают при вызове метода, хотя они там тоже веб-кит. На iPhone пока не работает. Но мы все очень активно ждем, что наконец-то заработает. Но если появилось в Technology Preview, то есть шанс, что может быть через полгодика там еще это появится. Посмотрим. В заключение хочется сказать, что вот теперь у нас есть и такой способ авторизоваться. Это здорово, потому что пользователь всегда испытывает большие проблемы. Вот Сергей нам тоже про это говорил, о том, что сложно, когда ему авторизоваться. Сейчас эта проблема начинает решаться. Да, и, кстати, есть у меня еще время. О, время отлично. Покажу еще одну демо. Но эта демо появилась совершенно внезапно, потому что в апреле Google проанонсировал новый способ использовать как раз-таки этот протокол веб-аусом. Давайте посмотрим, что тут происходит у нас. Я сейчас покажу в своем аккаунте. Мы должны перейти на вкладку безопасность. И если у вас включена двухфакторная аутентификация, у меня она включена. Да, ну вот спрашивают пароль. Вот никуда без паролей. Сейчас буду пытаться ввести свой длинный пароль. Вот он у меня длинный. Я пытаюсь его ввести. Вот, не получается. Ну попробуем еще. О, получилось. Вот, и смотрите, что происходит. Ну я на самом деле уже привязал свой телефон. Сейчас мы обращаемся к телефону через Bluetooth. То есть телефон выступает в качестве платформы аутентификатора. Вот, не знаю, будет сейчас видно, включен. То есть мы видим нативный поп-ап, предлагающий подтвердить, что мы разблокируем этот аутентификатор. Мы подтверждаем. И вот мы зашли. Это работает через Bluetooth. То есть это было не как раньше, когда нам Google через интернет посылал уведомление о том, что кто-то хочет войти. Там помните вот эти циферки, да, вот круглые. То есть это работает через Bluetooth. Это работает именно как с использованием протокола вебаусом. То есть была проведена именно верификация того, что мы находимся на сайте Google. Google, они обещают, что это скоро появится везде. То есть это будет возможность это имплементировать и на любых других сайтах. На этом у меня все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...